One to Sky. О зеленых технологиях и свободе выбора нашего общего будущего. У нас в России в какой-то момент появился очень активный социальный лифт через социальные сети. Люди могли быть вчера никем, а завтра стать очень успешными. Какой смысл мне сейчас тратить время, когда я могу постоянно развиваться? То есть быть на гребне образовательного контента, то есть брать знания, тут же их применять и получать деньги. Взрослым людям некогда учиться 5 лет. У них есть работа, у них есть семьи, дети, дома, которые они покупают, машины. У них есть обязательства определенные, и им важно получать результат очень быстро. Друзья, привет-привет! С вами подкаст One to Sky и его ведущие Ирина и Руслан. И сегодня у нас не мужской разговор, как был в прошлый раз, и я вернулась. Отлично, да, всем привет! Ирина, мы скучали по тебе. Прошел выпуск и успели соскучиться. И мы сегодня не одни. У нас сегодня гость. Энджи, привет! Энджи, привет, да? Хорошо. Привет-привет! Ну что, я думаю, что нужно представиться, кто же я такая. Я, можно сказать, из своих. Я продакт нашего прекрасного онлайн-университета профессии будущего, Smart World Community. И также я являюсь спикером трех курсов на этой платформе. Поэтому некоторые наши слушатели могли быть даже нашими учениками и могли быть со мной заочно знакомы. Да, Энджи, не только слушатели, но и даже ведущие. Я тоже проходил твой курс. И знаешь, какая тема мне там откликнулась. Даже некого рода такое впечатление в плане «Вау, такое тоже есть!» Это история про то, что есть тема обучения взрослых людей. То есть я как-то даже не ожидал, что это отдельно выделяется каким-то образом. Поэтому об этом, может быть, чуть тоже расскажешь. Целая наука обучения взрослых людей, андрогогика. Прикольно. Да, и платформа, которая позволяет, получается, взрослым людям обретать новые навыки. Расскажи немножко вот про саму платформу. Что это такое? Что за сущность? Ой, про нее можно говорить много, потому что мы начинали делать платформу, по сути, она существует как бы полтора года. Я ее развиваю практически год. В сентябре можно будет 16-го числа праздновать год совместной работы над платформой. Платформа, по сути, это самостоятельный IT-продукт. Мы создали свою LMS-систему. Это то место, где люди могут заходить и обучаться в максимально комфортном для них формате, смотреть видео, скачивать дополнительные материалы и так далее. И изначально платформа была создана как платформа адаптации и обучения. То есть обучение новых людей и адаптация тех, кто только знакомится с нами, знакомство их с нашей экосистемой. То сейчас это превратилось в онлайн-университет профессии будущего, потому что мы больше стараемся делать акцент на получении новых навыков, которые позволяют людям становиться счастливее, богаче, прокаченнее и так далее. Сейчас мы платформу развиваем. Она у нас уже запущена на четырех языках. Это испанский, вьетнамский, киргизский и английский. Также недавно к нам присоединился русский язык. Мы его начали запускать чуть позже. И в разработке у нас еще французский и чешский языки. Поэтому мы очень сильно выросли за последний год. Круто. То есть у нас получается, помимо нашего основного продукта, это поддержка технологий, еще появляется следующая ступень. Это такая вот возможность сообществу развиваться и получать еще навыки. А навыки с чем связаны? То есть, ну, это какие-то профессии удаленного формата там. Либо же можно даже готовить научиться. Чему учите, да, в общем? Да, чему учим. Ну, по сути, если мы... Давайте, наверное, так скажу. У нас в России в какой-то момент появился очень активный социальный лифт через социальные сети. Люди могли быть вчера никем, а завтра стать очень успешным. И вокруг этого социального лифта, который существует в целом по всему миру, да, ну, то есть именно возможность стать популярным, стать блогером, стать спикером, у нас в России это получилось как целая структура, целый рынок образовательных проектов и услуг, связанных с ними. И для этого рынка, соответственно, понадобились новые профессии, новые люди. Методологи, продюсеры, люди, которые занимаются контентом, SMM-щики, копирайтеры и разные другие профессии, в том числе сценаристы и сторисмейкеры, о которых раньше никто не говорил, включая социальных сетей. У нас были сценаристы, например, постановщики в театре и так далее, те люди, которые пишут тексты. Но сейчас это целый рынок, и этот рынок очень сильно захватил особенно молодое поколение, и к нему присоединяются даже более старшие сейчас, понимая о том, что они могут зарабатывать удаленно, ну, неважно, где они находятся. Важно то, что они могут реализовываться. У меня так мама ушла в онлайн, потому что она почувствовала в этом второе дыхание. И мы, по сути, хотим донести, наверное, в том числе до нашего сообщества, что образование — это инструмент для повышения самосознания человека, осознания того, где он находится, что он хочет привнести в этот мир, и давать людям те навыки, которые актуальны именно сейчас. Потому что в университетах нам ставят, скажем так, системное мышление о том, как этот мир устроен, что такое государство, экономика, и как это все развивается. Но вот эти вот небольшие микронавыки, которые позволяют людям быстро встраиваться в среду, которая очень сильно меняется, это очень круто. И именно вот такие образовательные платформы, как наша, дают такую возможность. Очень просто получить навык, который ты в дальнейшем монетизируешь, через который ты реализовываешься, через который ты проявляешься в мир. И ты от этого становишься просто-напросто счастливее. Вот у меня такая мысль. Я как раз хотел примеры привести, представляешь? То есть таких примеров действительно много. У меня знакомый бросил университет. Ну как он, я просто его знаю, он помоложе меня, учился в университете, и на втором курсе просто решил, что ему это не надо. Почему ему это не надо? Потому что он уже начал деньги зарабатывать, и ему необходимы другие совсем навыки сейчас. Он пошел, взял курс онлайн, получил какие-то дополнительные скиллы, и их применяет вот в своей деятельности, и говорит, какой смысл мне сейчас тратить время, когда я могу постоянно развиваться. То есть быть на гребне, так сказать, вот этого образовательного контента, то есть брать знания, тут же их применять и получать деньги. Ну вот, действительно, есть вот такие примеры. Ребят, ну вы знаете, я вот здесь как бы не совсем, может быть, с этой концепцией согласна где-то внутренне, потому что действительно сейчас время, когда молодежь просто не идет на высшее образование. А типа зачем? Девять классов закончил, и я потом, я уже бизнесмен, да, я могу зарабатывать деньги. Прошел какой-нибудь курс, не знаю, за два месяца, три месяца, ты уже специалист. И потом такие специалисты к нам выходят, да, выходят на рынок и совершают, соответственно, все действия в зависимости от ниши. Вот как быть с этой сферой, с этой стороной? Я согласна в этом плане. Я считаю, что высшее образование, оно важно, чтобы человек просто начал уметь мыслить, чтобы он сумел поставить свою речь, чтобы он понимал, что его, то, что он приносит в мир, зависит только от него, то есть какое-то такое самосознание, скажем так. Но если говорить про специалистов, которые выходят через двухмесячные курсы и уже называют себя специалистами, то, наверное, это больше уровень самосознания человека, чтобы не включать вот это эго внутреннее и не говорить о том, что я уже крутой. Специалист, он так или иначе все равно может быть разных рангов, да, от джуниора, медла и синьера, если мы говорим про проектный менеджмент. Также и любой другой специалист, который выходит с курса, он должен понимать, что да, он может заявлять о своих навыках в мир, он может говорить о том, что он является специалистом, но здесь важно скорее не перегибать палку, не уходить в эго-конструкцию в том, что я уже крутой и все должны меня слушаться. Мне кажется, важно вот это для себя понимать, насколько реалистичны мои навыки сейчас, на каком уровне я могу оказывать те или иные услуги. Просто у меня есть подруга, которая также не пошла в высшее учебное заведение. Она изначально начала работать с бизнесом, то есть она открыла свою студию сначала по бровям, по мейкапу и так далее, по всей упаковке, скажем так, для женщин. И сейчас потом она ушла в продюсирование, она работала именно с маркетингом, она работала в лайк-центре, ушла из найма и открыла свое агентство по подбору ассистентов. То есть, по сути, ее путь начался тоже не с высшего образования, но сейчас она на рынке нашла просто свою нишу, в которой она на самом деле является профессионалом. Она работает с большими дяденьками-предпринимателями, те, у которых заводы-пароходы, скажем так, и объясняет этим людям, как им работать с личными ассистентами и снимает с них очень много головной боли. То есть, мне кажется, здесь вопрос того, насколько ты релевантно встраиваешься в этот рынок, вот я так считаю. А у меня сразу возник вопрос. Энджи, а есть на платформе вот этот вот волшебный курс, который, мне кажется, сейчас просто необходим, курс по неперегибанию палки? Ну, то есть тогда, когда ты не звездишь после прохождения каких-то курсов? Пока нет. Есть у вас что-то подобное? У нас есть психологический курс по технологии СЮЦАЙ. Это древняя еще наука, скажем так, основанная на цифрах, на том, что у человека есть дата его рождения. Она так или иначе влияет на его структуру личности, скажем так. Вот помогает в себе разобраться и помогает понять, что это бы истина движет. Слушай, ну на самом деле вот это перегибание палки, это же просто про наш максимализм, который был взросшен в нашем обществе, когда ты хочешь быть сразу самым крутым. А вопрос же, у чего тебе хочется? Я не знаю. Мне кажется, я вот с этим сталкиваюсь просто везде и всюду. Сейчас куда ни глянь, все звезды, все просто специалисты, все маркетологи от бога. А когда ты просто спрашиваешь, отлично, а какой у вас бэкграунд, то, что проходили, а там нет образования, там вот-вот курсы и фамилии, фамилии, которых там половина, ты даже не знаешь, кто это, из Пемзы какой-то, я не знаю. Возможно, сильный маркетолог сделал трехмесячный курс. Нет, это здорово. Это здорово для этого маркетолога, что он смог себя раскрутить, продать, и еще настолько, скажем так, преподнести свои знания, что за ним уже пошли поклонники, и уже называют фамилии, гордятся этим. Для него это плюс. Но для людей, которые потом с этими знаниями выходят в профессии и строят какие-то теоретически волшебно-воздушные замки, вот для людей это минус. Ты права, да, в том, что здесь уровень осознанности важен. Я хочу вернуть тебе твой вопрос, потому что представь, сколько людей идут на высшее образование, просто потому что туда сказали идти родители, и они пошли учиться, например, на учителей, и потом выходят и просто не хотят работать в этой профессии. Они приходят в школы, потому что больше не знают, куда идти, и страдают не только они, работая на этом месте, но и дети, которые у них учатся. И тут влияние вот этого фактора социального, что тебе нужно, это высшее образование, наверное, оно подходит просто не каждому человеку. Важно, как ты пользуешься инструментом высшего образования, и вообще образование в целом, неважно, курс или это. Важно то, чтобы тебе нравилось все, что ты делаешь, и это привносило пользу миру. Да, я согласна. Знаете, я вспомнила такой кейс буквально вчера. Мы в наш отдел сейчас набираем сотрудников, и мне попалось резюме, где девушка закончила аэродинамические какие-то курсы именно космонавтики. То есть у нее какая-то там баллистика, космонавтика. Я думаю, вау! Ну, представляете, да? То есть это какая-то отдельная ниша, сфера, куда человек должен идти. Но либо по призванию, либо папа-космонавт сказал, что все, все мои дети, все поколение вперед будет только космонавт. И она презентовала... Нет, туда идут за мужьями. Там же много мужчин учатся. Мне главное, у меня теории такие. Папа, там, я не знаю, призвание души. Там все банальное просто. Да. А вот она претендовала на позицию, значит, кореатора в маркетинг. И я у нее, ну, конечно, спросила, говорю, а почему? Ну, то есть, почему был такой выбор? Почему вы пошли на это образование? Потому что она сказала, ну, это было логически, потому что я закончила техническую школу, и логическим продолжением образования была космонавтика. Она даже не улыбнулась при этом, знаете? Я думаю, ну, действительно, логически, да. Все, кто заканчивает какие-то более-менее технические школы, все идут космонавтами. А еще, кстати, ведь такое разнообразие вот курсов, да, оно ведь позволяет взять это образование, попробовать, решить для себя, интересно тебе или нет. Если это интересно, идешь, углубляешься дальше. Если нет, то ищешь для себя следующее. Что касаемо с высшим образованием, ты, если еще и на платное обучение, то оплачиваешь целый год, учишься, нравится тебе это или нет, ты уже как с марафоном, блин, надо закончить. Не зря же я заплатил, да, за первый там, либо родители заплатили. А сразу видно, он бесплатный, бесплатный, да? Ты бесплатно учил. Да. Вот он. Я поступил в бюджет. Все джекинг, да. То, чем можно гордиться, да? Или нет. Вот. Ну, в общем, а там самые золотые годы, да, то есть те годы, когда ты полон сил с 18 до 22, до 23. То есть это то время, когда ты можешь, ну, просто до 12 работать, там, и даже круглые сутки работать. А у тебя это время тратится на только лишь образование. А тут, получается, и учишься, и работаешь, и ты таким образом быстрее становишься тем профессионалом, который ценится на рынке. Так что... Ну, подождите, а как же вот эти вот множество ребят, которые и учились, и работали? Ну, вот я не могу тебе приписать, если честно, к этим. Я училась. Я училась и работала. Я только училась, потому что у нас такая учеба была, да? Ну, я не знаю, мы не могли совмещать. У меня первое образование лингвистическое, и там просто невозможно было совмещать ни с чем. Мы просто, когда все учились, работали, отдыхали, мы просто учились и ничего не успевали. Поэтому, да, вот есть же ребята, которые и учатся, и работают. Это, в принципе, то же самое, что я тебе сказал. Ну, и заметь, а учатся на одного специалиста, а работают совсем по другой теме. Да, это на самом деле проблема. Потому что многие студенты идут работать баристами, администраторами. То есть то, что им не даст особо им профессионального их опыта, действительно. И выигрывают те ребята, которые идут либо в стажировки в хорошие, уезжают в другие вузы, в другие страны, либо просто работают по специальности, находят стажировки, либо выигрывают те, кто хоть как-то пытаются совместить, например, онлайн-профессию. Мы сейчас обучаем проектных менеджеров, и многие ребята приходят именно студентами и говорят о том, что я хочу в этом развиваться, мне очень интересно. У меня есть девочка на курсе, которая писала диссертацию о том, что такое проектный менеджмент, как это устроено, и она потом пошла обучаться на курс по проектному менеджменту, потому что очень хотела этого. То есть вот это, мне кажется, более правильная логика, когда ты работаешь не просто абы где-то, баристой, официантом и так далее, а именно хоть какое-то профессиональное развитие у тебя уже идет. Ты можешь это после университета приложить в свое резюме, потому что все же сталкиваются с тем, что они вылетают с бакалавриата, то есть заканчивают его, не прямо увольняются, скажем так, с него. Они заканчивают бакалавриат, их не берут на работу, они такие, ну что делать, пойду в магистратуру. Закончили магистратуру, их тоже особо никто не берет на работу, либо очень маленькая зарплата. Они идут в аспирантуру, и получается такая труба, в которую у нас пролетела очень большая часть на самом деле студентов, которые учились, ну там, начиная с десятых годов. Они очень сильно попадали в эту ловушку, и это, не знаю, мне кажется, не есть хорошо, потому что чем раньше ты столкнешься с реальностью, с коммерческим рынком и с тем, как в жизни все устроено, тем проще тебе будет в дальнейшем. Вечный ученик – это такая очень, мне кажется, относительно инфантильная позиция, если ты не идешь по степени, там, по сфере развития в науке. Хорошо, убедили, убедили, а давай сейчас тогда перечислим, какие профессии будущего сейчас доступны на платформе в нашем онлайн-университете, и как на них можно попасть? Самое такое основное. У нас есть как платные, так и бесплатные курсы, все зависит от самого курса. Например, если мы говорим про профессию трекера, это человек, который сопровождает людей в продукте. У нас идет больше специализация под онлайн-курсы, но на самом деле там взращиваются те навыки, которые ты можешь применять в любой сервисной поддержке. То есть ты можешь работать удаленно, как человек, который занимается сервисом в любой компании. Вот это трекер онлайн-курсов, плюс у нас есть новая программа, которую мы запускаем, которую запускал Руслан у нас изначально, у нас здесь есть родоначальник этой программы, по менторам Mastermind Group. Это тоже новое направление. Mastermind Group – это когда у тебя проходит обучение в группе, и каждый участник вкладывается в эту группу своим ресурсом. То есть он включает свои знания, опыты, навыки, чтобы другой человек быстро применил их на практике, скажем так. То есть такой обмен опытом, обмен решениями. И мы как раз обучаем профессии менторов тех людей, которые уже имеют так или иначе свою экспертизу, понимают, что они хотят эту экспертизу как-либо продвигать вне зависимости от того, какая это экспертиза, это психология, маркетинг, продажи, еще что-то. Вот, поэтому это такая, мне кажется, это одна из моделей, которая может стать, не знаю, за ней будущее, наверное, вот так можно сказать, если это не будет слишком высокопарно. Вот, поэтому менторы Mastermind Group и также есть профессии по развитию личного бренда, то есть понимание того, как личный бренд выстраивается, продажи. Это то, что использует каждый из нас, любой специалист должен уметь себя продавать, любой сотрудник. Поэтому это можно использовать как в коммерческой своей деятельности, продаже каких-либо услуг или продуктов, так и брать это как свою профессию. Это то, что сейчас очень актуально на рынке. По сути, у нас, мне кажется, весь рынок построен на продаже чего-либо, вся экономика. Хорошо, перечислила прям несколько основных таких направлений, в которых каждый человек в настоящее время, ну, не побоюсь этого слова, все-таки должен себя развивать, иначе останется за бортом. Хорошо, как попасть? Какой-то хитрый ход, что нужно сказать? Какое-то кодовое слово, NG, NG. Вот что, как? Расскажи подробно. Нужно просто зайти на нашу образовательную платформу. Зарегистрироваться на ней, да, и все курсы там уже есть. И все? Какие-то платные, какие-то бесплатные. На некоторые можно пойти сразу же, познакомиться с экспертами, посмотреть, есть превью курсов. Это все можно найти в наших социальных сетях в том числе. Все так просто и банально. Самое еще интересное, мы же говорили, да, то, что вот с глобального, то, что обучение там надо менять. На самом деле я вот тоже хотел просто добавить, что высшее образование, да, это одна история. То есть там можно сказать, что люди учатся учиться. Ну, то есть я, по крайней мере, для себя это вот так вот тоже отобразил когда-то. И наша платформа, она позволяет, получается, уже тем людям, которые взрослые, которые научились учиться. Научились учиться. Выбрать себе какое-то направление. И мало того, взять и применить эти навыки, которые они забрали с платформы, мы, как бы, получается, еще и нишу предоставляем, да. То есть вот чем интересно. А об этом поподробнее. Что значит, что мы предоставляем нишу? А дело в том, что сейчас в нашем сообществе нам нужны специалисты. И вот эти специалисты как раз-таки приходят к нам с платформы. И мы же развиваем с вами большое дело, да. То есть мы двигаем технологию. И как раз-таки вот все вот эти навыки, которые люди получают там, они применимы в нашей сфере. То есть мы предлагаем тут же еще и не искать где-то, да, реализацию, то есть не искать, бежать там, где там трудоустроиться, а применить все эти навыки у нас здесь, в нашем большом сообществе Skyworld Community. То есть это наше большое такое преимущество получается. Ну, или хочется сказать, какие мы хитренькие, да, когда мы сами взращиваем специалистов и вкладываем на те знания, которые сейчас необходимы в наше время, в нашем мире. Так, Энджи, ты рассказала, что есть на платформе, как туда попасть. И еще у меня такой вопрос. Все-таки это 5 лет учиться нужно? 10 лет? Сколько? Обычно курсы учатся до 2 месяцев. Больше? Потому что это такой самый оптимальный период для прохождения без напряга. Но можно проходить их сильно быстрее. Потому что у нас есть кейсы, когда у нас трекеры. Кто-то проходил их за 2 дня, а кто-то проходил их за 2 недели. То есть здесь вопрос каждого человека, как он быстро воспринимает информацию. Но самое интересное, что я хотела тоже отметить, что курс – это же не панацея. То есть это не волшебная таблетка, которую ты посмотрел и сразу всему научился. Важно то, как ты вкладываешься на самом курсе, как ты выполняешь практику, какую обратную связь ты запрашиваешь у своего трекера, как ты с ним общаешься. И затем, как ты встраиваешь это в свою жизнь. Если ты просто прошел курс и положил его на полку, это значит, что ты просто занял какую-то часть гигабайтов своей памяти, которую потом никак не применил, по сути. И здесь важно именно применять это все на практике. Вот один из принципов обучения взрослых, если мы возвращаемся к антрагогике, то это быстрое изучение и сразу же применять все полученные знания на практике. Взрослым людям некогда учиться 5 лет. У них есть работа, у них есть семьи, дети, дома, которые они покупают, машины. У них есть обязательства определенные. И им важно получать результат очень быстро. Если говорить про мастер-майн-группу, она как раз заточена на то, чтобы человек внутри, благодаря динамике этой группы, мог сразу же применять все, что ему дали. Он пишет себе задание на неделю и быстро идет его выполнять. И сразу же получает на него обратную связь, на то, как у него получается. И это невозможно не сделать результат, если ты находишься вот в такой полноценной, скажем, я бы сказала, это целая экосистема. У тебя есть люди, которые дают тебе определенные знания, у тебя есть поддержка, у тебя есть всегда опыт твоего наставника и люди, к которым ты можешь обратиться с запросом. И вот это вот комплексное обучение, оно очень сильно меняет мышление. Ты можешь за месяц изменить жизнь до неузнаваемости. Я сейчас прохожу просто сама даже обучение реалити. Это очень дорогой тренинг о том, что наши деньги чаще всего не зависят от того, какие целевые действия мы делаем. Часто они заложены у нас в установках, в том, насколько мы счастливы в других сферах отношений. И когда ты погружаешься в контекст, когда ты сам выбираешь для себя осознанно, принимаешь решение, что да, я иду в это, и да, я готов получать здесь знания, то ты и черпаешь больше возможностей изнутри. Ты общаешься с людьми, ты сам идешь с ними знакомиться, ты вытаскиваешь их на бизнес-завтраки, например, обмениваешься опытом. И если ты сам принимаешь для себя это решение, что да, это моя ответственность, то какой результат я здесь получу, результат получается в разы больше, чем просто закладывает даже сама платформа. Поэтому здесь важна не только платформа ее знаний, но и сама позиция ученика в этом вопросе. А это очень важно. Ну вот, знаете, вот все красиво, что говорится, но есть одно «но», которое я слышу, и которое мне, как в лице многих все-таки людей, не побоюсь этого слова, я с этим сталкиваюсь, сталкиваюсь, не понравится. Хотите знать, что это? Вы знаете, это отсутствие волшебной таблетки. Я бы сказала так. То есть когда ты рассказываешь, что все красиво, что можно получить знания, что они разнообразные, что они даже бесплатные, что здесь группы, что здесь поддержка, что здесь сообщество, но всегда есть одно большое «но» — нужно работать. То есть нужно брать и делать. То есть нужно осознанно понимать, что тебе нужно, куда ты идешь, и действовать. Ну а это все-таки… Ты считаешь это минусом? Да, да. Я сегодня вот такая вот, которая, знаете, мы против, да. Потому что все хотят, все-таки большинство, не все, большинство хотят волшебной таблетки. Можно я приду на ваш курс, я все послушаю, потом меня устроите еще, и чтобы сразу миллионы зарабатывать. Ну, я буду слушать, честно, я обещаю прям, да. Здесь не так. Здесь нужно слушать, понимать, действовать, работать, прокачивать себя, и каждый раз ставят цели, достигать их и идти дальше. И да, для некоторых людей это минус. Потому что все-таки, даже несмотря на то, что сейчас мир поменялся во всех сферах, и сейчас новое поколение, уже другое, вот эта вот старая, знаете, такая вот красная ниточка, которая тянулась у нас годами, поколениями, когда, я не знаю, все общее, и как-то мы вместе там группкой что-то сделаем, и давайте, давайте, может быть, как-то прокатит, вот она все равно еще чувствуется. Это, знаете, это такая моя боль, потому что, я говорю, сейчас мы набираем людей в отдел, и я вижу, кто приходит, я вижу, с какими посылами они идут. И причем это разное поколение, да, разный возраст, там и 20, и 40, и все равно вот эта вот, ну, скажем так, направленность, она еще ощущается. Мне очень хочется верить, что вот буквально еще немножко, и это действительно искоренится на таком, не знаю, нашем уровне ДНК, что это не будет проследовать, что каждый будет понимать, да, если ты хочешь чего-то достигнуть, все очень просто. Бери и делай, бери и действуй, не бойся ошибок и вперед-вперед, получай, будь жадной за знания, и тогда у тебя все получится. Руслан, ты ждашь? Я обычно еще говорю, что если тебе комфортно вот то, где ты сейчас находишься, если ты не хочешь получать никаких знаний, образований и так далее, пожалуйста, сиди, просто мы будем работать с другими людьми, вот и все. Ты можешь стоять, смотреть со стороны, наблюдать, это будет классным кино, вопрос, только не пожалеешь ли ты потом об этом. Такая у меня мысль. Ты же прям глобальные вопросы поднимаешь, на самом-то деле, да, как еще и заставить людей там учиться, брать знания, еще и потом их применять. А это уже, наверное, внутри самого курса должна быть такая вот мотивационная история, там, постановки цели, да, то, с чего, кстати, начинается любой курс, это постановка цели. То есть, давай определим точку А, и куда мы потом придем. Наверняка есть определенная методология на каждом курсе. Вот, может быть, здесь тоже что-нибудь расскажешь, Инжи. Вообще, из чего в целом состоит вот эта вот андрогогика, да, то есть, есть ли там какие-то, ну, реперные точки каждого курса. Вот, я когда сам обучаю свою команду, а у меня есть команда в Skyworld Community, мы занимаемся партнерской программой, то мы изначально начинаем с цели. То есть, определяем точку А, и в какой период мы хотим достигнуть вот первой нашей цели. Пусть она будет незначительна, но мы должны это сделать. Вот, есть ли еще какие-то вот такие вот нюансы, да, такие фишечки, вот, которые позволяют, ну, действительно, начать делать? Угу. Ну, все курсы строятся по-своему. Я думаю, что большой такой мотивацией в любом курсе делать, это человек, который находится рядом с тобой. Мы поэтому внедряли трекеров, потому что обязательно должен быть человек, который даст тебе обратную связь. Если все, что ты изучаешь, будет без обратной связи и сложно на полку, это, ну, минимальная эффективность у этих знаний. И самое важное, это быстро применять на практике. Вот это правда. Взял одно упражнение, его сразу же сделал. Взял второе упражнение, сделал сразу же. Поэтому все курсы строятся на практическом применении, на том, где люди могут это использовать. Но я еще так могу сказать. На самом деле, вот для меня это было большим открытием, что есть определенные группы людей, которые покупают тот или иной курс. Есть группа людей, которые покупают курс и радуются, что она может себе его просто позволить. Вот просто вот такая мотивация у людей. Они купили, и для них галочка поставлена уже, да, они там были в поле, скажем так. Есть люди, которые отличники, их очень мало. Они проходят все досконально, они все спрашивают, их на самом деле мало. Это вот те люди, которым нужна конкурентная борьба, ачивки. Дайте мне еще, а есть еще у вас вот это. Ответьте мне, пожалуйста, на вопросы. Они обычно самые доскональные, эти люди. Есть люди, которые приходят вообще за другими целями. То есть кто-то приходит в курсы за окружение, кто-то за мужем приходит. А на самом деле много таких кейсов, как говорят люди, знакомятся именно на обучении, потом выходят замуж. Такие тоже есть. Поэтому у каждого здесь своя цель, и важно, наверное, осознавать, для чего тебе это сейчас. Либо ты можешь прийти опять же на курс, понимая, что ты все это делаешь для того, чтобы трудоустроиться после этого курса. Это тоже цель. Я думаю, что каждый человек, так или иначе, сознательно или бессознательно, он ее осознает для себя. Он идет туда за славой, за успехом, за деньгами, за счастьем, за мужем, за любовью. Думаю, каждый так или иначе это для себя осознает. И еще, что мне нравится, что люди в обучении, они всегда, у них есть чат, они всегда общаются друг с другом, и они друг об друга обстукиваются. Они примерно понимают, кто куда идет, кому какой результат хочется получить. И в каждой группе есть там лидер, кто делает все, у него лучшие результаты. Есть оппортунисты, которые говорят, что нет, это все не работает, я бы сделал по-другому. И это тоже нормально, мы это тоже принимаем. У каждого своя методика, но, возможно, благодаря вот именно этому, да, тому, что ты понял, что вот так у тебя не работает, будет работать по-другому, ты можешь выйти на какой-то свой уникальный способ по развитию в этой сфере. Это тоже эффект образования, то, что ты бы не понял без конкретной информации и конкретных людей. А у меня еще такой вопрос, каким образом, нет, даже так, через что проходят специалисты, чтобы стать вашими спикерами? То есть там тоже какой-то магический ритуал, какое-то спец, не знаю, расследование, исследование, проверка. Нужно быть знакомым с Гарри Поттером. Вот как стать вашим спикером? Все очень просто. Все логично. Все логично. Зались на гору, убей дракона. Я понимаю, что так уже ходили, да? И не один делай. На самом деле, для спикерства достаточно, грубо говоря, двух вещей. Первое, это твоя экспертность, и второе, это умение эту экспертность доносить правильно до человека, сделать так, чтобы твоя экспертность была услышана. Мы же всегда знаем, что вот мы сидели, например, в университетах на этих скучных парах, где нам говорили правильные вещи, но ты настолько не включен в эту информацию. И здесь важно уметь людям иногда на пальцах объяснять, что такое квантовая физика и так далее. Потому что всю информацию можно преподносить по-другому, и цель образования сделать все максимально доступным. Поэтому, когда мы отбираем спикеров, мы всегда смотрим на то, как человек держится на камеру, мы всегда просим записать пробное видео, мы все его вместе потом смотрим, анализируем вообще опыт человека. Очень важно еще, чтобы человек сам имел результаты в этой нише, чтобы он понимал, что он учит практическим вещам. Теоретики – это очень скучно и неэффективно на самом-то деле. Важно, чтобы люди получали какие-то реальные результаты после всего этого. Если у человека, тем более, был опыт уже преподавания какого-либо, записи курсов, это тоже играет на руку обычно. А расскажи, кто у нас спикеры? То есть, кто звезды онлайн-нверситета? Спикеры у нас есть разные, у нас есть внутренние, есть внешние спикеры. Мы иногда привлекаем тренеров, до которых, скажем так, другие могут не дотянуться. Например, Артем Сенаторов, Майкл Бэнк. Ты максимум можешь купить его курс, но мало какая платформа будет предоставлять такие курсы. А у нас есть возможность дотянуться практически в любое место, скажем так, до любого спикера. Поэтому есть именитые спикеры, которых я назвала выше, есть внутренние спикеры, которые работали с нашим комьюнити, с нашим продуктом, такие как Анна Дорош, например, которая записывала у нас курс по личному бренду. Мои, опять же, курсы, которые тоже заточены именно под нашу структуру, нашу систему. Здесь важно еще, что мы изначально делали продукт как бы для внутреннего сообщества, для тех людей, которые понимают, как им расти внутри этого продукта. И мы строили нашу систему как грейдами. То есть есть первый базовый уровень, и там есть все навыки, которые тебе нужны, чтобы вырасти, например, по нашей бизнес-модели. Есть второй уровень, где тебе уже нужны, например, не просто знания о компании, о продукте, а уже должно быть понимание продаж, понимание, что ты строишь команду, ты ответственен за сотрудников. У нас есть даже курсы от, например, нашего замдиректора Владимира Турмана, курсы по состоянию, по тому, как возвращать себя в ресурсное состояние, когда кажется, что весь мир бежит впереди тебя, и ты не самый лучший в этом мире, тебе очень грустно, либо тебя какие-то ситуации выбивают из колеи. Есть даже такой курс, потому что мы понимаем, что это тоже важно. Невозможно проходить только хардовые курсы. Иногда нужно что-то для души, что-то для того, чтобы быть счастливым, скажем так. У вас, кстати, есть подкаст с Владимиром, кажется? Да. Да-да-да, совершенно верно. И он как раз и рассказывал, да, Руслан, про свой курс. И после этого мы, конечно же, его посмотрели, прошли, и мы показывали, рассказывали, как это все тоже влияет. И ты права, да, мы все можем творить, да я даже думаю, жить, да, полноценно жить именно в состоянии внутреннего счастья, баланса и спокойствия. И здорово, что на платформе, в нашем онлайн-университете есть и хард, и софт, скиллы, да, чтобы можно прокачать все возможные сферы для того, чтобы быть таким правильным, успешным, счастливым и обеспеченным. Мы планировали, да, и беременно успеху. Да, Энджи, а скажи, вот что тебя именно зацепило, да, в самом нашем сообществе, в самой компании, вот что тебя вдохновляет, может, поделишься в твоей работе? Блин, меня, наверное, вдохновляют люди. Я здесь говорю не только про сотрудников и нашу команду, да, потому что у нас действительно очень сплоченный коллектив, все дают другу, помогают. У нас даже есть такая внутряночка немножко в броши, когда люди перетягивают одеял на себя, кто-то хочет сделать больше. А это очень редко где встречаешь. Чаще всего же люди, наоборот, отнекиваются от ответственности. У нас же, наоборот, компания часто гиперответственная за результат. Все хотят помочь друг другу, все хотят быть причастными к разным процессам. Но еще меня очень вдохновляют люди, которые являются нашими учениками, либо нашими лидерами, нашими партнерами, потому что, когда мы созваниваемся вживую с представителями Вьетнама, Африки, Испании, когда мы видим, как по-разному эти люди живут, как по-разному они выстраивают свою работу, что их мотивирует, что им важно в этой жизни, это очень интересно общаться именно с живыми людьми, потому что, если строить продукт только от нашего представления о мире, это, я считаю, немножко неправильно. Важно попадать в запрос аудитории, важно осознавать, что аудитория, люди вообще очень мудрые, вот, я всегда живу по этому правилу, люди очень мудрые, у них у каждого есть свой опыт, и этот опыт не использовать, мне кажется, просто кощунство, поэтому люди, которые живут по-разному, масштабность этого проекта, наверное, самое такое, самое яркое, самое привлекательное в нем, возможность посмотреть на мир по-другому. Как красиво сказала. Тебе не нравится, когда я красиво говорю. Нет, мне нравится, я просто, знаете, о чем задумалась? О том, что мы подобные вопросы спрашивали многих гостей, и когда мы спрашиваем именно гостей, которые пришли из нашего внутреннего сообщества, наших коллег, наших внутренних сотрудников, то ответы примерно где-то очень сильно совпадают, потому что работая, создавая, вдохновляя других людей в нашем сообществе, мы все несем, пропускаем через себя вот эти вот ценности. Это, знаете, это когда не просто мы говорим что-то, а мы говорим, и при этом глаза горят, и при этом ты чувствуешь вот эту вот энергетику, даже через километры, даже через камеры, даже через микрофон. И вот ты, когда я сейчас говорила, что тебя вдохновляет, я опять вот уловила вот эту вот нотку, что так оно и есть, что вот внутренние наши сотрудники говорят об одном и том же, и это здорово. Вот поэтому я говорила, что ты сказала, я красиво сказала. которая вшита в подкорку просто. И мне кажется, важным тоже заходить в проекты, где ценности у людей похожие. Если ты не откликаешься по ценностям, если люди делают то, что ты считаешь неправильным, это уже не твой проект, и тебе нужно оттуда уйти. Ты занимаешь чье-то место, и ты занимаешь чье-то чужое место, и свое при этом же не занимаешь. Поэтому это супер важно, чтобы люди были счастливы внутри проекта. Не важно, кто они, участники проекта, организаторы, спикеры, сотрудники, большого дела. Да, это такая внутренняя энергетика, она чувствуется. И вообще, знаете же, теорию с солеными огурцами, когда попадаешь в банку с солеными огурцами, ты тоже засаливаешься и становишься сопричастный к большому делу. Это очень круто. Ирина, ты хотела рубрику сегодня какую-то нам объявить, как я помню. Может быть, мы уже приступим к этому? Давай объявим. Объявим? А давай. А мне кажется, мы уже все такое обсудили со всех сторон. А какую ты хочешь объявить? Ну-ка объяви. Ну, смотри, у меня есть два варианта. Вот, по-моему, тебе больше понравился вариант с «Вау, да ладно!» А второй вариант озвучи себе варианты, пожалуйста. А что еще есть? Да, да, да. Другая мне не очень нравится. Сегодня не про это. давай с «Вау, да ладно». «Вау, да ладно», да, но мы обсудили уже это. Мы как раз-таки и спросили, а как выбираются курсы, да, или что, да, что удивляет. Мне кажется, мы про это уже проговорили все. Или ты прям хочешь что-то конкретное? На самом деле можно и что-то конкретное, но не обязательно даже ведь спрашивать про платформу, может быть, что-то личное, да, то есть у нас сегодня интересный гость, симпатичная, прекрасная девушка, и спросить у нее, что в жизни ее удивляет, да, да, что происходит в жизни? Ну, хорошо. Энджи, расскажи, вот, давай так. Энджи, ты намного рассказала про твою рабочую часть жизни, да, скажем так, профессиональную, что тебя вдохновляет, что тебя заряжает, как ты мотивируешь других людей, как ты в этом варишься, и я понимаю, я знаю даже, больше могу сказать, что ты варишься в этом 24 часа в сутки, но если все-таки, все-таки здесь самое важное слово, если все-таки остается свободное время, если остается свободная минутка, чем ты занимаешься? Что у тебя происходит в жизни? Чем я занимаюсь? Слушай, ну, я, во-первых, развиваю свой курс проектных менеджеров, это моя отдушина, скажем так, я сама росла через управление проектами, и в какой-то момент я поняла, что я из девочки, которая там училась в университете, поехала в Питер, всегда мечтала работать в крупной компании, как сейчас. То есть, я понимаю, что я очень быстро дошла до хорошего уровня, и я это вот как раз продался в самый социальный лифт. И я помню, в детстве у меня всегда было ощущение, что я очень хочу людям помогать находить себя. Я не знала, как это, я хотела быть психологом, еще кем-то, но не стала я психологом, хотя я интересуюсь психологией, тоже важная часть моей жизни, очень много изучаю и сама прохожу терапию, но вот мне хотелось людям помогать находить себя. И когда я просто по наитию, я была на Бали, я по наитию просто вкинула в своем инстаграме, говорю, наберу группу пять человек, и ко мне пришли мои знакомые люди, я была в восторге от того, как за месяц эти люди поменялись. Для меня это, наверное, самая большая душа, на кто-то уволился с работы, на которой я работал 25 на 8, продавал недвигу, страдал и так далее. У нас есть девочки, которая уволилась с работы, вот как раз с недвижки, и у нее мужчина стал зарабатывать в два раза больше, потому что она такая спокойная и расслабленная. У нас сегодня тему про мужей немножко сквозь. Да, да, да. Как бы там ни было, да мы все равно к этому подходим. Подождите, а мне знаете, что представить? Когда я была на Бали и написала в общий чат, давайте соберу группу из пяти человек, и прямо представила себе, знаешь, на следующее утро приходит там двое с серфом, не знаю, трое с кайтом, такие, ну что, давай, мы готовы, давай, что будем делать? И Энжи такая, так, подождите, подождите, сейчас я вас разберу, сейчас я вас направлю на путь истинный. А кататься-то будем сегодня или нет? Нет, у тебя все были такие осознанные, да, пошли вот прям в учебу, в глубину познания себя. это были люди, которые очень устали от того, как у них жизнь происходит. На самом деле, образование очень сильно ну на Бали, да, на Бали, я тоже хотел сказать, скорее всего, но вряд ли эти люди были на Бали, они были как раз таки где-то у себя. Я поняла. Это онлайн, да, ну хорошо. Ну вообще, самое приятное это видеть, вот эти изменения людей, как они за месяц у них начинают загораться глаза, как им хочется в чем-то развиваться, и для меня, наверное, это самая большая ценность, потому что я сама всегда очень просла через такие штуки. Вот, а в целом, чем я еще сейчас занимаюсь, я путешествую. Вот, пока что я в Москве, но я планирую ехать зимовать, знакомиться в том числе с нашими вьетнамскими лидерами. Меня там очень ждет наш коллега. Очень классно, когда находишь коллег на работе, ой, друзей, которые были коллегами, а стали друзьями. Это вообще самое прекрасное, наверное, потому что, когда вы не просто команда уже, когда вы можете как-то общаться, и не только на рабочем в общем ладу, скажем так. Я вот знаю, что у нас сообщество там запускает свои приколы с тем, чтобы ходить там в тренажерный зал, ходить на тренировки, разные активности исполнять. Мне кажется, это очень круто. Мне кажется, это важно, чтобы люди чувствовали себя на работе не только сотрудниками, но и действительно личностями. Вот, как-то так. Да, я хотела, знаете, дополнить, что действительно здорово, что появляются друзья, появляются даже близкие друзья. Ну, давайте продолжим как бы тему. Появляются мужья, создаются семьи, и это как раз-таки в рамках сообщества. Я помню, зимой мы проводили большой вебинар, и там как раз-таки обсуждали с участниками, и я не помню уже, кто это говорил, по-моему, кто-то из латинских партнеров о том, что ты можешь поехать практически уже в любую страну, и там тебя встретят как своего родного человека, расскажут, покажут, помогут, и классно проведут время, да, вместе с тобой в большой одной компании. Мне кажется, вот эта часть, та часть сообщества, которой, которой не хватает, да, в наше время, в нашем мире. И когда ты это получаешь, ты получаешь людей, которые идут к одной цели, ты получаешь людей, которые заряжены одной энергетикой, ты получаешь людей, которые всегда тебя рады, да, и правильно, как ты сказала, не только поговорить по делам, по бизнесу, да, но и по душам. Вот я помню, буквально сегодня Руслан мне звонит и говорит, тыра, давай поговорим с тобой по душам. Так же было, Руслан? Это так приятно. Абсолютно. Поговорили по душам о работе, правильно? А у меня, знаете, какая аналогия родилась? А вот как со студенческими временами, да, мы же все очень тепло относимся к своим однокурсникам, одноклассникам, да, и вот эта вот история, когда мы вместе обучаемся, а потом еще вместе где-то работаем, применяем наши вот знания и зарабатываем вместе деньги, да, еще ближе сближает. И ближе, и ближе. Успешный успех ближе, ближе, Да, и мы становимся такими вот действительно близкими людьми и по жизни можем идти, развиваться, тусоваться, где-то встречаться на других континентах даже, и поэтому это очень круто. Это и есть сообщество, друзья. Класс. Слушайте, а вы знаете кейсы, где у нас семьи создавались внутри сообщества? Было такое? Да, да, знаю. Во Вьетнаме, да? В нашем сообществе известный такой кейс. Они же даже фотки выкладывали. В прошлом году. Да, тогда в прошлом году мы про них писали, а пара создалась. И в этом году они приезжали в Экотехнопарк в Беларуси счастливые, довольные. И все мы их поздравляли еще раз уже с годом свадьбы. И это просто замечательно. И второй кейс, который сразу вспоминается, это наш амбассадор Кристиан, который также нашел свою вторую половинку на работе, да? И вот они с женой уже много-много лет в проекте развивают, и проект развивается сами, и идут рука об руку. И я уверена, что таких кейсов еще очень-очень много. Это те яркие, которые сразу всплывают в памяти. Это очень круто на самом деле. Ну, если у нас такой, типа, не мужской разговор, как мы обозначили в начале, на самом деле есть один минус у удаленки. Очень сложно искать мужа. Ты все время сидишь дома и работаешь. Ты знаешь, это когда мы встретились сейчас в командировке, и я говорю, у меня первый минус удаленки был, это то, что ты привык человека видеть вот так, да, то есть по пояс, и дальше они уже как бы, ну, все. И когда я увидела ребята, первое, что сказал, господи, у вас есть ноги, понимаешь, что есть вот вторая нижняя часть людей, потому что постоянно вот по пояс, как бы, и ты привыкаешь к этой же картинке. А я заметил, что все равно вот эта вот энергетика, да, она никуда не девается, и даже онлайн ты чувствуешь человека в том числе. И вот мы встретились вот в командировке как раз, и вот это вот чувство, да, того, что, блин, мы вживую видимся. Оно как бы такое, что-то новое, но при этом такой родной человек. Да, 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 да. Вы знаете, вот, кстати, ты правильно сказал. Если честно, когда началась вся эта вот онлайн-индустрия, онлайн-эпоха, то, ну, мы люди, ну, по крайней мере, про себя могу сказать, что я много проработала в оффлайн-формате, и, ну, для меня, для моего мозга это было привычно. Когда мы перешли все на онлайн, да, несколько лет назад, я думала, а как это действительно, ты не сможешь поговорить, я не знаю, а как же обсудить, а как же какие-то планерки, я не знаю, а как же там что-то в таком, каком-то порыве творчества, я не знаю, выкинуть бумажку и попасть там в коллегу, ну, вот это вот все, вот этого нет взаимодействия, я думала, что это будет, конечно, откладывать определенный отпечаток, но, как Руслан, ты правильно ответил, эта энергетика, она все равно ощущается, она чувствуется, она передается, и когда ты видишь вживую, ну, максимум, что ты можешь сказать, а, да, у тебя есть ноги, но ты все с той же энергетикой, которая была у тебя до этого, да, когда мы с тобой общались. Но для меня это было прям, знаете, ну, каким-то неким озарением, то есть я думала, что по факту будет не так, а это такой приятный сюрприз, скажем так, онлайн работы. Да, я бы, знаете, сейчас хотел даже вывод такой сделать, чтобы наши слушатели не боялись учиться онлайн. Вот так. У всех есть ноги. У всех есть ноги, да. И знания тоже передаются онлайн, да. Главная концентрация, главное желание. И ставим цели, и достигаем их. Смотрите, какой у нас интересный, разнообразный, со всех сторон получился эфир, да. Мы поговорили про все. И про образование, и про плюсы и минусы, и про разные стереотипы, да, что образование нужно, и только оно, или наоборот не нужно. И мы вспомнили какие-то кейсы, да, живые кейсы, поговорили про сообщество, поговорили, какие плюсы, какие бенефиты, и как это все реализовано у нас, по крайней мере, насколько это здорово. И все это мы обсудили за один выход. Да, просто прекрасно. Мне кажется, мы молодцы. Да, благодарю, Энджи, за такую теплую беседу. Ирина, благодарю. И с вами был подкаст One Two Sky. Мы завершаем. И до новых встреч, друзья. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok